Власти Тихоокеанского островного государства Науру тщательно обдумали решение о возобновлении дипломатических отношений с Китаем и не намерены от него отказываться. С таким мнением выступил глава команды по возобновлению работы посольства КНР в Науру Ван Сюйгуан. Напомню, население Науру 10 тысяч человек, площадь чуть более 20 квадратных километров. В 2002 году власти Науру уже устанавливали дипломатические отношения с Китаем, но в 2005 году разорвали их. В ходе переговорного процесса власти Науру подчеркнули, что предложение о возобновлении дипломатических отношений было основано на полной оценке и учете международной ситуации и отношений между Китаем и Науру. Это заявление было сделано после того, как они увидели искреннюю помощь и видимые результаты, которые дипломатия великой державы с китайской спецификой принесла развивающимся странам. Как сказал президент Науру, решение было принято с учетом исторической ситуации после тщательного рассмотрения. Ван Сюйгуан также подчеркнул, что возобновление дипломатических отношений между Китаем и Науру напрямую не связано с результатами выборов в китайском регионе Тайвань. Он призвал укреплять двусторонние обмены и политическое взаимодоверие Китая и Науру, продвигать практическое сотрудничество в различных областях. У меня есть надежда на будущее наших отношений. Это не только из-за искренности обеих сторон в стремлении развивать отношения, но и из-за того, что их сильные стороны дополняют друг друга, что делает их естественными партнерами. Ранее Китай установил дипломатические отношения с 10 островными странами Тихого океана. Науру 11-я, и я верю, что Науру определенно не будет последней такой страной.